Как подобрать тот самый свой аромат и как выбрать качественный парфюм? Будем разбираться уже прямо сейчас. У нас для этого появились гости в студии. Это Дмитрий Володарский, основатель парфюмерного ателье. И также Ольга Толстых, основательница парфюмерного ателье. Основатель и основательница. Это прекрасно. Доброе утро. Действительно, разговор будет, наверное, продолжительный и интересный, потому что сейчас уж какой выбор, там, наверное, можно сбиться, да? Если раньше заходишь, даже представьте, 10-15 лет назад, можно было любимый аромат купить и пойти спокойно домой, да? То сейчас на разнообразии заставляет задуматься, причем как и в ценовой категории, так и, в принципе, вообще в марках и лейблах. Давайте вообще поговорим о том, чем вы занимаетесь. Реализацией какой продукции, скажем так? Мы занимаемся реализацией парфюма. Преимущественно мы занимаемся на распив, что позволяет клиентам составить свой парфюмерный гардероб и выбрать свой аромат на каждый день. При этом протестировать его, и это удобно в плане ношения с собой, очень мобильно, кто такой современный человек, не знаю, летает на самолете, такие вот флакончики будут идеальным вариантом. Да, нашим зрителям расскажем, распив это берется основа, да, оригинал, и из него мы вот по маленьким флакончикам, по пятам, поскольку миллилитров, да, разливают, у вас есть возможность познакомиться с этим ароматом, потому что хороший аромат, парфюм, да, они стоят приличных денег, да? Согласна, да. Для того, чтобы понять, как он заиграет на именно твоем теле, вот для этого и есть такая возможность. Слушайте, а вот касаемо туалетной воды, одеколона, духов, как разобраться? Так скажем, это был маркетинговый ход у производителей, чтобы снизить, так скажем, да, ценовую политику, и есть деление. Их классифицируют шесть видов. Первый – это мист, у него концентрация эфирных масел идет до 3%, по стойкости он самый низкий идет до 2 часов, содержание эфирных масел от 1 до 3%, потом идет, соответственно, одеколон, здесь уже концентрация до 4%, по стойкости примерно до 4 часов будет, затем идет у нас туалетная вода, там концентрация идет эфирных масел примерно от 5 до 15%, стойкость до 6 часов, ну и на упаковке можно будет просто увидеть «Ой, де, туалет». Затем всеми любимая парфюмерная вода, там уже концентрация примерно идет 15-20%, стойкость до 8 часов и будет написано «Ой, де, парфюм». Кстати, можно показать, наверное, сколько раз парфюмерная вода. «Ой, де, парфюм», да, это вот парфюмерная вода, вот так вот это выглядит. Так, и финальная у нас? Ну, еще не финальная. Еще не финальная. Да, да. Потом идут духи, там будет написано просто «Парфюм» либо «Перфюм», у них уже концентрация 20-30%, стойкость идет до 8 часов, и уже наивысшая категория экстракт, она в основном самая редкая и выпускается именно в лимитированных изданиях какого-то культового аромата, либо создается отдельно парфюмером. Там концентрация эфирных масел до 40% и стойкость до 12 часов. Вон оно как. Самые ходовые-то у нас, наверное, туалетная вода, да? На первом месте на самом деле одеколон, а на втором месте по популярности у девушек это парфюмерная вода. Ну, ну так, чтобы попшикалась и весь день благоухать, правда же, да? Ну, да, дамы любят у нас создавать впечатления в виде шлейфа, да, безусловно. Как выбрать-то свой аромат? Методом проб и ошибок? Вот я сейчас, пока вы выставляли, да, пробежался по всем вот этим вот бутылькам, да, сказал вам, это хоро, вот это мне нравится, этого достаточно? Или все-таки нужно нанести, походить, послушать? Ну, мы вот к правилам нанесения и слушания ароматов там чуть позже вернемся. Вообще ранее существовал стереотип, что парфюм необходимо подбирать, сходя из образа человека, да? То есть, например, смуглые брюнетки раньше выбирали восточные ароматы, а блондинки же предпочитали более свежие ароматы. И этот стереотип формировал тенденцию того, что у девушки был один парфюм, который она использовала на все случаи жизни. Сейчас же в современном мире современная девушка... Конечно, пошла на спорт одним, попшикалась, помылась, потом на работу поехала другим, на свиданочку третьим, а ночью-то феромончиков подлила. Да, все верно. То есть сейчас современная девушка считает, что у нее должно быть минимум 6 флаконов, духов на туалетном столике, на разное настроение, на разное время года, иногда даже на разное время суток. И современные психологи все-таки пришли к выводу о том, что не нужно делать акцент на внешности, а все-таки сделать акцент на чертах характера. И есть так называемые рекомендации, исходя из классификации характера человека. Так, например, флегматикам, это уравновешенные люди, рекомендуют цитрусовые ароматы с пряными нотами. А что еще рекомендуют, если мне не нравится? Я вот флегматик, а цитрусовый мне не нравится. Это рекомендация. Это чисто вот рекомендательный характер, не более того. Либо вы не нашли свой цитрус. Еще в поиске своего цитруса, да? Либо просто еще не создали. Далее это сангвиники, это люди, которые любят находиться в центре внимания. Их всегда окружает толпу людей. Им рекомендуют цветочные ароматы с легкими цитрусами. И здесь холерики у нас идут дальше. Им рекомендуют ароматы спокойные, пряные, которые будут уравновешивать их вспыльчивый нрав. И последние у нас остались, это меланхолики. Это... Здесь будет рекомендация у нас... Ну, хорошая какая-то рекомендация. Хорошая, да, рекомендация, прошу прощения. Да ничего страшного. Для того, чтобы быть в гармонии с окружающим миром и с собой, рекомендуют свежецветочные ароматы. Вот. Но на самом деле это все относительно. Каждый выпирает аромат по тому, как он его чувствует, ощущает, насколько ему комфортно. Это помимо, да, там, сезонности, какого-то старства. А вот такая вот есть теория, что если ты попшикался, допустим, даже парфюмированной водой, да, если ты этого аромата не слышишь, значит, это твое. Ну, здесь, наверное, такая двоякая история. Там, с точки зрения физиологии, наш нос просто привыкает вот к этим летучим молекулам. Он их не раздражает, наш нос. И нам с этим ароматом комфортно. Ну, вот ты не чувствуешь, зашел в помещение и шлиф. Вот у меня, например, такая история бывает, что я от кого-то, да, чувствую аромат, и он меня настолько раздражает, что у меня начинает кружиться голова и, ну, как-то немножко даже подташнивает. Настолько бывают сладкие какие-то приторные, там, не знаю, духи. Ну, это опять же к вопросу физиологии. Ну, то есть, значит, это точно не мой аромат? Ну, скорее всего, будет тяжело, да, с таким ароматом. Есть такая тенденция, что ароматы на каждой коже раскрываются индивидуально. То есть, это как генетический код, да, вот, который есть. И здесь очень много факторов. Это и тип кожи, горячая, холодная. Это даже, там, у курильщиков ароматы раскрываются по-другому. Зимой, летом, да? Зимой, летом, влажность. Гормональный фон женщины может влиять на раскрытие аромата. То есть, факторов очень много. Там, в влажном климате аромат будет раскрываться так, а в сухом уже по-другому. А сколько вообще человеку должен ароматов иметь? Ну, вот мужчина, например. Ну, вот мы сегодня обсудили работа, спорт, отдых, да, например? Честно скажу, когда, ну, еще мы не начинали заниматься парфюмом, как у статистического мужчины, у меня был один-единственный аромат. И в какой-то момент Ольга мне подарила сразу 13. Как? Это, можно сказать, начиная... Ольга, молодец! Начиная от маленьких, да, от левантов, там, миллилитр 2-3, и заканчивая, там, полноразмерными флаконами. Я говорю, мне до конца жизни их хватит. Но, к сожалению, нет, не хватило. Уже закончились. К хорошему быстро привыкаешь. Как наносить и правильно слушать? Ну, основное, да, когда мы выбираем парфюм в магазине и работаем там с консультантом, есть блотеры, на которые наносится аромат. Наносится он не вплотную, а с распылением, я покажу, да? То есть, ну, примерно... Давайте вот этот вот. Давайте. Ох, не дает покоя. Ну, не дает покоя, хочу его раскрыть. То есть, здесь, если можно, я выйду. Пожалуйста. Так, здесь у нас... И обязательно нужно чуть-чуть аромату дать отдышаться, потому что резкие запахи будут негативно сказываться на обонянии. А кто придумал, что вот кофе надо... Ну, это правда помогает? Это правда помогает? Нет. К сожалению, нет. Это маркетинговый ход. Кофе это маркетинговый ход, когда... А что, в этих салонах продают, что ли, кофейные зерна? Ну, на самом деле нет. То есть, нужно... Кофе только забивает рецепторы. Для того, чтобы нам освежить рецепторы, мы в своем бутике рекомендуем все-таки пить воду. Да, что ли? Обычный, глоток обычной воды, да, он освежает, очищает. Или морской водой промыть, да? Вот, и это помогает. Но по физиологии человека кто-то может одновременно послушать за раз 3-5 ароматов, кто-то может 5-15, то есть у всех разное. Потом забивается, и человек уже говорит, я ничего не чувствую, ничего не ощущаю, либо мне вот все на одно. Ну что, Вань, как тебе? Ну да, вот он немножко отличим, конечно, если слушать пробку, да, и вот сейчас, когда это совершенно два абсолютно разных, он мне здесь кажется намного резким, нежели там. Слушайте, а вот дарить-то это вообще, по-моему, ну, можешь не угадать, если не знаешь, правда? Ну, здесь, да, здесь, наверное, все-таки нужно понимать, чем человек пользуется, хотя бы иметь какое-то представление. Вот, ну и, в принципе... Ты в магазине шлейф до меня дошел. Дошел. У нас дело в том, что работает в студии сейчас кондиционер, и он как-то, видимо, в потоке воздуха отличный аромат. Ну да, ничего такого интересного. Он так мягенько так прямо дошел. Ну так вот. Извините. Вот, и нужно иметь какое-то представление все-таки, какими ароматами пользуется человек, каким отдает предпочтение, возможно, какой у него образ жизни, кем он работает. То есть, ну, вот из таких моментов можно что-то построить. Давайте посмотрим вот на представленные сегодня варианты. Я знаю, читал когда-то, что известный Шанель номер 5, да, там что-то порядка 80 разных вообще компонентов, да, чтобы создать, казалось бы. Вот у нас что здесь представлено? Может, есть какой-то сложный аромат? Или дорогостоящий, или редкий? Кстати, как раз можно сказать, что данный аромат от бренда MDCI, Амбра Тапкапи, здесь 27 нот содержится в нем. 27 нот. Ну, я вот чувствовал, я хотел сказать, что 23 ноты, нет, все-таки 27. Да, ну, к редкости аромат, этот аромат был выпущен в 2003 году, и мне кажется, на сегодняшний день его очень тяжело будет достать. А по стоимости, вот, допустим, из представленных, ну, или вообще не из представленных, есть какой-то потолок или... Потолка нету, но если брать, наверное, опять же, да, по дороговизне, в среднем, как бы, самый дорогий аромат, возможно, будет как раз являться он, и будет перемечивая констанция. То есть, если брать ценовую политику, примерно 30-40 тысяч, наверное, сейчас. То есть, то, что мне понравилось, 30 тысяч за флакон, да? Ну, вообще, есть бренды, да, которые выпускают... Эту бумажку буду хранить. ...в небольших объемах свой парфюм, и цена может достигать, там, и 70 тысяч рублей, и выше. Вот. А если вот на разлив брать? На распив. На распив, извините. Ну, здесь ценовая политика разная. На разлив, это другой магазин. Это может быть от, там, в среднем от полутора тысяч рублей, заканчивая, там, восьми, там, десять тысячами рублей. Ну, по-разному. Там ценовая категория формируется немножко по-другому. Что касаемо подделок и настоящих, как тут отличить? Я знаю одного человека, который до сих пор хранит один вот бутылек, флакончик, да? И прежде чем купить, он его берет с собой, какие-то там, значит, элементы сравнивает. Но я говорю, что разливать же могут в разных местах, правда? Есть дубайский парфюм, например, есть французский, да? Как вот здесь быть, не ошибиться? Ну, или, по крайней мере, чтобы тебя не обманули, покупая за 30 тысяч, да? За 5-6 не так страшно, да? Похож вроде аромат, и бог с ним. Ну, здесь, к сожалению, сложно отличить. Во-первых, у нас, да, так скажем, нет наглядного какого-то примера. И на сегодняшний день уже очень высокое качество идет у подделок. И даже в носке первые ноты, первое впечатление не отличить, да? То есть, если, например, человек там пользуется условно 10 лет данным парфюмом, возможно, он отличит уже после пары дней использования. А если, например, вам кто-то посетовал данный парфюм, вы его приобрели, здесь, к сожалению, вы даже и не поймете. Опять же, все зависит от типа кожи, да? Например, там, какие-то бренды. У кого-то на коже они будут цитрусами раскрываться, у кого-то древесными нотами, там, у третьих там, ну, еще, там, альдегидными какими-то. И, то есть, нельзя сказать, что, например, там, от вас этот парфюм будет пахнуть так. Например, даже этот, он фруктово-пряный на старте, да, заканчивая в базе древесными. Вот, соответственно, на вас он может пахнуть фруктами, если нанесу там я его, на мне он там будет пахнуть древесными. Хотя это будет один тот же аромат. Будет пахнуть фруктами и дровами. Я в начале нашей сегодняшней беседы сказал, что тема очень обширная, на нее можно и вопросы задавать и так далее. Я предлагаю, вот у тебя есть любимый аромат? Ну, просто без бренда вообще, вот, который ты постоянно покупаешь? Нет, нет, у меня так вот... Вот в последнее время тоже, за последние 10 лет столько появилось, да, всего. На рынок у нас в России вышли там известные европейские бренды, что, кажется, тут не остановишься уже, правда же? Да, все верно. Вот ты купил один, чуть где-то, где-то тебе у кого-то в лифт иногда бывает, знаете, заходишь после человека, думаешь, вот это да, и думаешь, а уже человек, все, ты уехал, он ушел. А казалось бы, возьми и спроси, да, какой туалетной водой вы пользуетесь? Тоже неплохой пример для того, чтобы что-то для себя подобрать. Ну и здесь я добавлю, что у нас была в практике такая история, когда клиент у нас покупал парфюм, потому что он понравился ему на друге, как звучит на друге, а на себе в носке уже не понравился, да, на ком-то красиво, а вот на себе как-то не очень. Поэтому это все индивидуально. Прислушиваться, подбирать, экспериментировать, распив, это тоже интересная такая вещь, еще раз возвратимся к ней, да, потому что небольшое количество туалетной воды может поменять для вас, да, насколько подходит вам эта вода или нет. Вам большое спасибо. Вам спасибо. Успех и аромата вам побольше. Спасибо. Спасибо. Да еще скидка, потом уходим.